Доброе утро! Вы смотрите телеканал Культура. С вами Алекс Дубас. Существует проблема. Наши дети мало читают, а в кино смотрят лишь голливудские боевики. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, нужно сделать много различных шагов. Один из них – привлечь к пропаганде чтения школы и, возможно, даже ввести уроки киноведения. И вот в прошлом году появилось конкретное предложение в виде списка ста книг и ста фильмов для дополнительного школьного образования. Доброе утро! С вами я, Алекс Дубас, и вы смотрите программу «Наблюдатель». Спасибо. Списки и ста книг, и ста фильмов уже составлены. Как ни странно, они вызвали массу споров. Одни – за, другие – категорически против. Сегодня в студии программа «Наблюдатель» и сторонники, и противники этих нововведений. Литература, вед, критика и журналист Борис Ланин. Борис Александрович, здравствуйте, доброе утро. Сегодня с нами кинокритик, культуролог Кирилл Разлогов. Кирилл Милевич, здравствуйте. Здравствуйте. Писатель и главный редактор литературной газеты Юрий Поляков. Юрий Михайлович, здравствуйте. А также журналист, филолог и преподаватель Леонид Клейн. Леонид Джозефович, здравствуйте. Доброе утро. Немного подробнее о теме нашей сегодняшней беседы. У формы нового внеклассного образования – старая история. Работа со списками – лучший способ утолить жажду знаний. Еще Пушкин писал Дельвигу «Книг, умоляю книг» и забрасывал друга списками. Его библиотека – полторы тысячи томов. Его чтение и размышления, и практику. Лев Толстой в 1906-м создал свою систему. В одной книге объединил мысли многих писателей об истине жизни и поведении. Круг чтения Толстого – это итог многолетней работы. Цель этой книги – сориентировать читателя и дать ему верное направление. Через 80 лет Иосиф Бродский, возмущенный невежеством своих американских студентов, наспех набросал список книг, которые должен прочесть каждый. Так боролся с ненадежным читателем. С ненадежным зрителем вышел на контакт Мартин Скорсезе. В 1995 году он создал видеопособие «История американского кино», в котором рассказал аудитории о фильмах классического Голливуда, оказавших на него сильное влияние. Знаменитые списки ста книг и ста фильмов, созданные в помощь нашим школьникам, а, следовательно, их родителям вызвали в обществе много споров. У каждого из наших гостей – литературоведа Бориса Ланина, кинокритика Кирилла Разлогова, писателя Юрия Полякова и преподавателя Леонида Клейна – свое особое отношение к этим спискам. А я, пожалуй, напомню телефон редакции 780-56-55, код Москвы 495. Адрес электронной почты наблюдательсобакатвдефискалча.ру. Звоните и пишите. Еще раз доброе утро, господа, спасибо, что нашли время и приехали к нам сюда, на Малую Никитскую, на телеканал «Культура». Доброе утро. А вот у меня такой вопрос. Внеклассное чтение же было всегда, и вам, и мне в школе задавали какие-то списки литературы про честь летом. Так в чем новаторство вот этого списка 100? В чем информационный повод для обсуждения? Почему журналисты так обсуждают? Почему так взбудораживали средства массовой информации? Ну, если можно, я начну. Да, прошу вас. Я школьные программы делаю уже больше 20 лет, с тех пор, как начал работать в Российской академии образования. И обычно к внеклассному чтению относятся те книжки, которые потом учитель проверит. А вот здесь написано, это перечень книг для самостоятельного чтения. Вот самостоятельное чтение, это вот та зона, на которую школа никогда не замахивалась. И эта зона чтения никогда школой не регулировалась. Это то, что дети узнают от родителей, от своих ровесников, из интернета. И вот обычно это и был их уголок детско-читательской свободы. И впервые появился список, который озаглавляют. Рекомендуется для самостоятельного чтения. То есть это проверять никто не будет? Это проверять никто не будет. Все, нет предмета для разговора, расходимся. Конечно же, они не будут это читать. Дети. Или все-таки будут? Кто знает. Мы посмотрим, как это будет работать. Вряд ли они будут только этим руководствоваться. Вот это, думаю, что они будут более влиятельные. Здесь проблема-то в другом. Никогда не было так мало часов на школьное изучение литературы. Поэтому многие произведения выведены во внеклассное чтение или в самостоятельное исследование. И для подростков перечень обязательных, сейчас нет обязательных текстов, но школа устанавливает перечень обязательных текстов, он достаточно длинный. Поэтому на что у них останется время, это большой вопрос. На что это останется? Вот у нас есть сейчас два списка. Два топ-100 фильмов и 100 книг. Собственно, кто выбирал эти 100 книг? Как это происходило? Я могу сказать, кто не выбирал. Кто не выбирал? Российская академия образования к этому не имела отношения. Никакого? Никакого. Ну, то есть, подождите, появился список? Ведь кто-то автор. Автор же должен присутствовать. Список предложило Министерство образования. Министерство образования. Сам по себе список, мне кажется, неплох. Можно говорить о частностях. Но его статус – это свободный перечень текстов. Илья Михайлович, вот вам вопрос. Вы согласны с тем, что список неплох, в общем-то? Ну, в общем-то, сказать, что он чудовищный нельзя. Ну, и сказать, что, конечно, он неплох, тоже нельзя. Он, в общем-то, такой странноватый, этот список. Тем более, что, в общем, так устроен учитель, так вообще устроена психология ученика, что если есть список, то на него и будут ориентироваться. Понимаете? И я понимаю, почему возник этот список. Кстати говоря, первой ласточкой было как раз не Министерство образования, а как это неожиданно не прозвучит, а Министерство обороны. Потому что, когда я был заместителем председателя Общественного совета Министерства обороны, это было еще, когда был министром Сергея Борисовича Иванова, на одном из заседаний я предложил, вспомнив, какие замечательные книги были в гарнизонной библиотеке, где я служил в срочную службу, я сказал, давайте составим список 100 книг для гарнизонной библиотеки. А Михалков, который был тогда председателем этого совета, он сказал, правильно, из 100 фильмов для гарнизонного клуба. Это было где-то лет 6-7 назад. Так вот, когда наконец был составлен список, я там с интересом обнаружил, что в моей повести «Сто дней до приказа», который, кстати, в свое время входил в школьную программу, в этом списке нет. Я спросил его, значит, там, соответствующего генерала, говорю, слушайте, оно «Сто дней до приказа», а в современной армии не так уж много написано, тем более таких критического. На что он мне сказал, что, говорит, ну, Михалыч, ну, вы как ребенок, вы же знаете, как сложно в армии относиться к этой повести. Я говорю, а как к поединку относится до сих пор? Он говорит, тоже сложно. И сама идея вот в наше такое время, когда вот в этом постмодернистском, так сказать, разгуле абсолютно размыты критерии, и когда любую графоманию, в своей легкой руке Букер или большой книге можно объявить классикой, а через три года про эту классику уже никто не помнит, действительно, какой-то список, на котором все сойдутся и скажут, ну, да, но вот эти книги действительно, они, ну, по крайней мере, остались вот на этом, так сказать, этапе. Ну, что будет после очередной смены, так сказать, там, эстетических кодов и так далее, никто не знает. Но пока они вот действительно. И вот в этом смысле это правильно, что начался такой, значит, ну, поиски, консенсус, как раньше говорили. Мы тоже в литературной газете напечатали несколько списков наших, так сказать, вот авторов, ну, в основном, филологов, у нас, кстати, был и список, очень, по-моему, взвешенный зарубежной литературы, отдельные стукни по зарубежной литературе, вот. Но есть там, конечно, какие-то позиции и принципы, которые меня категорически не устраивают, но чтобы не превращать, значит, в монолог наш обмен мнениями, я об этом могу сказать чуть позже. Ну, вот теперь мы выяснили, кто придумывает так или иначе эти списки, а я сейчас хотел бы обратиться к тому, кому все-таки это воплощать. Леонид Джозефович, вот вы преподаватель, вот вам проект «Списка 100 книг». Пожалуйста, убедите ученика своего, чтобы он в августе прочел, ну, на досуге Калевала. Я хочу разделить эти две. Калевала и вот еще вот, например, да. Прекрасный эпос. Значит, я хочу сказать... Алпамыш. Здесь есть, мне представляется, ну, не знаю, три разные проблемы. С одной стороны, вообще, появление списков, я вот совершенно согласен с коллегой, потому что это есть вообще такое желание провести некоторую инвентаризацию нашего культурного наследия. Вот у нас начало 21 века, мы вообще вот куда идем и какой у нас есть багаж. И я не вижу в этом вообще ничего плохого, потому что надо признать, что школьная программа по литературе в советское время, это всегда была чисто идеологическая площадка, да, там, что делать, разгром, там, поднятая целина. Потом произошла смена как раз не эстетических кодов, а смена политических кодов. И начались там другие вещи, там, Солженицын, там, в каких-то хрестоматиях Георгий Владимиров, начались совсем другие авторы. Значит, во-первых, нужно понять, что мы не договорились до сих пор, я не думаю, что наша культурная матрица поменяется, в ближайшие, там, десятилетия, мы не договорились вообще об идеологическом консенсусе. Понимаете, что мы проходим? Мы проходим там Тихий Дон или мы проходим там, например, Архипелаг ГУЛАГ? Это с одной стороны. То есть у нас есть чисто идеологические проблемы. Но с другой стороны, это главное, есть проблема техническая или технологическая. Понимаете, я вот когда смотрю на этот список, я вспоминаю тот еврейский анекдот, мне бы ваши проблемы, господин учитель. Потому что когда учитель закрывает за собой дверь и начинает урок, он прекрасно понимает, что и даже этих сто книг, и даже школьную советскую программу никогда невозможно было пройти. Никогда. Это было всегда лукавство. Понимаете, редкий читатель долетал до середины второго тома «Войны и мира». Это реальность. Это не есть хорошо. Но вот с этим надо что-то делать. То есть, понимаете, я так могу сформулировать, что хорошему учителю этот список не помешает. Любой список не помешает. А плохому учителю никакой список не поможет. И вот здесь я совершенно не могу согласиться с вами по поводу того, что он будет ориентироваться на списки. Понимаете, мы всегда ориентируемся на реальность. Вы приходите в школу, и там сидит какой-то там Петя Иванов, который вообще ничего не читает. Он не прочел даже «Капитанскую дочку». И он даже не прочел дайджест от «Капитанской дочки». Он даже, он ничего. Понимаете? То есть, я как человек, который… Экранизацию посмотрел. Ну, он может быть посмотрел экранизацию, он может быть посмотрел экранизацию, но «Русский бунт» — это не какой-то шедевр. Старая экранизация, она тоже забыта. Я, кстати, не знаю, есть ли она там здесь в этих 100 списках. Но просто нету, да? Но, Алекс, понимаешь, смысл речи в том, что у нас есть реальность, и она вообще… Проблема лежит в другой плоскости. Проблема лежит в той плоскости, как сделать так, чтобы привлечь ребенка к чтению, как ты сказал в самом начале. И списки к этому не имеют никакого отношения. Но вот экранизации, кстати, этому могут помочь? «Капитанской дочки» нет в списке «Стаффина». Да, но экранизации есть. И честно скажу, когда мы вот… Институт культурологии, где я работаю до сих пор, значит, составлял список, мы сделали список, который увязан со школьной программой литературы. Мы сделали список, во многом состоящий из экранизации. Вот другие наши коллеги как бы это оставили в стороне и как бы увязку не пытались сделать. Но такая увязка в процессе преподавания, безусловно, может… Это абсолютно логично, но это уже другое. Это технология. Это технология. Какова технология появления вот этого списка «Стаффильмов»? Вот, это довольно сложная технология, потому что как бы… Не удивлюсь, если это из Министерства здравоохранения. Нет, я как раз вполне радуюсь, что превращение всего школьного населения в казармы так хорошо было обустроено «Стаффильмами» и «Стаффильмами». В казарме, впрочем, живут, так сказать, наши соотечественники, вчера с ней школьники, к сожалению, живут. А вы хотите, чтобы у нас вообще армии не было, да? Чтобы она не нужна, мне пока еще нужна. «Статающая армия». «Статающая тем более». Значит, в принципе, был запрос в несколько организаций. Я всех организаций не знаю, но знаю основные из них, потому что я во всех из них в той или иной степени состою. Это «Стаффильмафонд России», где я начинал свою трудовую деятельность и до сих пор с ними сотрудничаю. Это «Российский институт культурологии», где я работаю. Это «ВГИК», где я преподаю институт кинематографии. И это «Союз кинематографистов», в котором я состою там лет 20. Поэтому я волей-неволей как бы был во всеми щупальцами в этот список укоренен. Каждая из этих организаций составила свой список. Вот и 100 зарубежных фильмов, и 100 отечественных фильмов. Идея-то изначально от кого исходила? Вот. Идея была высказана, как я понимаю, еще военным. Но при мне идея была высказана на совещании на время Московского фестиваля о Ниде Сергеевичу Михалкову. Ну, он просто опыт своего пребывания в общественном совете. Да, он перенес. Вот. Ну, я думаю, что это было связано с тем, что тема ста книг была озвучена Владимиром Владимировичем Путином. И как бы логично из этого вытекало, что можно как бы двинуться в этом направлении. Я сразу скажу, что я всегда был противником кинообразования. Я считал, что живая культура не нуждается в том, чтобы ей образовывать, что в ней люди живут, они сами в ней разбираются. Значительно лучше очень часто, как сейчас, например, в видеоиграх, чем преподаватели. Но в какой-то момент я стал понимать, что кино, в том числе кино, которое я люблю, превращается в историю. Вот. Оно становится такое же, как немое кино. И где-то уже в 40-е, 50-е, даже 60-е годы, там Феллини, Антониони, Висконти, крупные режиссеры, которые для меня как бы живые люди, с которыми я общался, уже превращаются в историю. А я долгие годы читал и читаю до сих пор курс «Современный кинопроцесс». Вот сначала я его начинал в 50-е, 60-е годы. Потом я его стал начинать в 70-е годы, когда Голливуд вернул себе полную власть над кинопроцессом. А сейчас я считаю, что надо начинать с того момента, когда телевизионные сериалы начали играть не меньшую роль в культуре, чем кинофильмы. То есть появление сериала «Твин Пикс». А все, что до этого, превращается в историю. Вот. И те подростки, которые сегодня ходят в кино, они видят, вот это реальный кинопроцесс. Их не надо туда затягивать. Они все равно видят. Они скачивают фильмы с интернета. Что они скачивают с интернета, мы не знаем. Поэтому когда говорят, вот, люди смотрят то-то, 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 мы знаем, что люди смотрят в кинотеатрах. Это уже по телевидению они смотрят совершенно другие вещи. А что они скачивают с интернета, это вообще загадка. Это надо исследовать. Я совершенно согласен. Явно, простите, не понизовую вольницу 1900. Нет, в этом списке есть, Алекс, в этом списке есть куча хороших фильмов. Очень много хороших, согласен. Куча хороших фильмов. Но я совершенно согласен. Вот мне представляется, если мы вот сейчас ведем разговор вот об этом, мне представляется, что, я не знаю в каком виде, но со школьниками, со студентами, со школьниками надо смотреть эти фильмы, потому что, понимаете, что такое программа литературы? Это в том числе наш национальный код. Вот мы настолько русские, насколько там все читали «Войну и мир», насколько все знают, что такое там у дяди самых честных правил. Ну или хотя бы, да. И насколько понимают там проблему между Штольцем и Обломовым. И вот это необходимо переносить. Вот у нас там нефть и газ может кончиться, а вот что такое Обломов или что такое Обломовщина, и вот это все нужно знать, или там вновь я посетил. Мне кажется, что то же самое с кино. Я вот, значит, в Академии, где я преподаю, я веду киноклуб. И у меня, я, так сказать, в некотором смысле человек достаточно такой попсовый, но я многое смотрю из современности, но для меня уже, для меня дико. Я начинаю разговор со студентами, они не знают, что такое Мимино. Они не смотрели «Гараж», они не смотрели «Берегись автомобиля». И мы недавно, был большой аншлаг, мы перед Новым годом посмотрели «С легким паром» «Иронию судьбы». Мне казалось, что это невозможно просто статистически не посмотреть этот фильм. Половина не смотрела, они смотрят другие фильмы. И вот я помню обсуждение со студентами фильма «Три топли на плющихе». Я для себя сделал вывод, ну да, русский человек, мне кажется, что если человек, вот как бы он принадлежит русской культуре, он должен посмотреть этот фильм. Он должен. Поэтому я приветствую список ста, вот там, не знаю, вообще вот это, это должно быть в школе. Мне, правда, непонятно, почему я только отечественная, я не знаю, как это преподавать. А мне непонятно, почему все ограничено 20-м веком, а нет фильмов. Нет, это понятно как раз. Почему же так складывалось в историю кино? Вот, нет, 21-й век – это живая культура. Вот это кончается там, где начинается тот мир, в котором они живут. Я бы, правда, кончил чуть позже. Я бы взял, скорее, русский ковчег Сокурова. Во-первых, это новая технология, во-вторых, это Эрмитаж, это связь с историей. То есть не в 94-м году. Прям в массовой школе, русский ковчег. Вот, вот, Эрмитаж-то все равно, так или иначе, нужно смотреть. Вот, значит, но это, опять-таки, вот есть соображение, что не поймут. Кто будет преподавать? Кто будет рекомендовать? Вот, это, я думаю, так же, как с курсом литературы, вопрос людей, которые могут или не могут это делать. На самом деле, это рекомендательный список не для учеников, а скорее для тех людей, которые в какой-то степени, как бы, увлечены или могут это преподавать, чтобы они оттуда выбирали, что им близко и понятно. Вот, эта вещь, которая, ну, любой такой список, он ущербен. Что бы мы ни делали, как бы объективно министерство культуры. Они очередные, это просто ненужная бумажка в том смысле, что вот человек, непосредственно преподаватель, не имеющий отношения к кино, преподаватель литературы, филолог, как раз и занимается факультативно тем, что показывает детям иронию судьбы. Вот, у него же есть свой какой-то эстетический вкус. Зачем ему этот список? Он без него не разберется? Не разберетесь, Леонид? Безусловно, безусловно, не разберется. Понимаете, все-таки в эту студию приходят какие-то такие специальные люди. Но я не являюсь там вот массовым учителем. Но есть, я думаю, что список неплохо, потому что все ли преподаватели все это смотрели? Все ли преподаватели думали об этом вообще? У нас проблема все-таки не в списке. Давайте вернем все-таки к списку по литературе, поскольку все-таки литература у нас – это базовый вид искусства, потому что и кино, и театр – все из литературы. Потому что фильмы снимаются по сценариям. И мне кажется, что список все-таки необходим. Во-первых, потому что я сам был в прошлом учитель, у меня даже была такая повесть «Работа над ошибками». Тоже, кстати, я входил одно время в школьную программу именно о проблемах, в том числе преподавания литературы. И учителя бывают разные. Бывают продвинутые, бывают начитанные, бывают те, которые, в общем-то, остановились в своем развитии после того, как получили корочки. И для них этот список – это, как сейчас модно говорят, дорожная карта. И слава богу, что они, хоть сами будут знать учителя, это не столько для учеников, сколько для учителей этот список, что надо прочитать. Я имею в виду обычных учителей. Это первый момент. Второй момент, он вот с чем связан. Давайте мы будем не забывать, что это в известной степени признание заслуг тех или иных писателей перед отечественной литературой, отечественной культурой. Значит, эти книги будут пересдаваться. Правильно? Для того, чтобы они все-таки были доступны. Они должны сдаваться не тиражом 5000, как сейчас Солженицына сдается, понимаете? А по крайней мере, ну, 1025. А может быть, и более того. В-третьих, это, ну, если хотите, попытка, на мой взгляд, не очень удачная. И сейчас объясню, почему. Попытка все-таки каким-то образом найти выход из той кризисной мифологии, в которой мы сейчас существуем. Потому что существует два вида мифов. Это героический миф, который, так сказать, помогает и который на подъеме обычно у нации, так сказать, господствует. Ну, советская мифология. И кризисный миф, когда начинается упадок. Вот мы сейчас кризисный миф, когда мифологизируется отрицательно. Понимаете? И в этом смысле, конечно, ну, в фильмах это больше прослеживается. Надо немножечко, так сказать, вот поднимать эту мифологию. Потому что если к объективному кризису еще добавить эту искусственную кризисную мифологию, которая нагнетается зачастую, то вообще будет очень плохо всем. А вот в этом смысле список по литературе, он немножко мне непонятен. Там есть, например, авторы, ну, во-первых, явное преобладание, ну, не преобладание, но чересчур. Много писателей, у которых, так сказать, были конфликты с советской властью. Вообще с властью. И зачастую, так мы это знаем внутреннюю жизнь, в Союзе писателей, зачастую не по вине советской власти, а по вине характера писателя. Потому что писатели, люди сложные, и у них, так сказать, все бывает. Я, например, считаю, что совершенно необязательно, значит, включать, скажем, остров Крыма Ксенова. Ну, к этой проблематике школьники еще не готовы. Да и учителя многие не готовы. Кому надо, тот почитает, тот рекомендовать это не надо. Или, например, Петрушевская, хорошая писательница, но ее проза, взрослая проза, она не для школьников. Там свой круг, например. Понимаете? Вот. И таких примеров вот там достаточно. У той же Петрушевской можно было бы взять, скажем, допустим, сказки ее. Или у Искандера. Ну, понимаете, ну не готовы дети к Сандру Ищегема со всей этой сложностью утрикавказских отношений, с его сложными отношениями со Сталиным. Понимаете? Ну, у нее есть роскошная повесть «Дерево детства». Вот включите это. Вот, понимаете, вот таких вещей, потому что ведь список для школьников, он должен... Тихий дом, простите, в таком случае. Тихий дом. Тихий дом, но он с Тихий дом входил в школьную программу. Это как бы уже от него никуда не было. Никогда он не входил. Как же входил в школьную программу? Никогда не входил. А, Польн-Инсенал входил, правильно. Конечно. Правильно. Ну, тем более. Вы знаете, в принципе, вот если о гражданской войне, вот моя бабуля, я бы включил «Хождение по мукам». Она вот для школьника, она наиболее, так сказать, удобоварима. Конечно, и Тихий дом для школьника сложноват, он требует комментариев, я не говорю о ГУЛАГе. Не нужно в школе сейчас большие произведения. По фильме «Аберация», потому что я был школьником продвинутым, я, конечно, читал его в школе. Вы бы читали в этом возрасте. Так вот, три, значит, три, так сказать, момента должно быть. Первое. Книга должна все-таки доказать свою классичность. Понимаете? Вот я не уверен, что, например, «Зеленый шатер» и, так сказать, «Дженерейшн Пи» будет читаться через 10 лет. Потом с этими тюгами, так сказать, значит, пелевинскими, тоже не совсем понятно, зачем это, так сказать. Это рекомендовать. Второе. Все-таки проблематика автора должна соответствовать школьному возрасту. Понимаете? Когда мы читали в школе «Пояс от первой любви», так сказать, «Дикая собака Динга», это нормально было. Понимаете? А когда читают, предлагают книжки, до которых еще не доросли, это, мне кажется, неправильно. И третье. Все-таки надо подбирать те книги, которые имеют, ну, если хотите, в такую ярко выжженную воспитательную, так сказать, окраску. Потому что литература, бывает, прямо «Москва-петушки» замечательная книга. Но в воспитательных целях, или «Лолита», но в воспитательных целях я бы их не рекомендовал, понимаете, читать, так сказать, в школе. И тогда есть такая особенность. Это еще не сформировавшиеся, так сказать, люди молодые. И не надо им, так сказать, погружаться в те пороки, в которые они еще погрузятся. А если они уже погрузились так рано, то не надо, по крайней мере, легализовать свою литературу. И сейчас я передаю пас, наверное, вот у Леонида есть прекрасная статья по поводу пороков героев русской литературы. Но, Леонид, ваш выход следующий. Борис Александрович, вы как раз в свой список, а существует еще и список Ланина. Нет, 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 никакого списка Ланина не существует. Включили Пелевина. Для изучения, собственно, текста в школе. Вот вы с собой как раз принесли это, да? Да, да, я ее специально взял, потому что, уважаемый Юрий Михайлович, написал письма о том, что мы заменили Куприна и Лескова на Пелевина и Улицкую. На самом деле, я специально взял, что... Нет, нет, это не Юрий Михайлович. Ну вот у вас текст. Вы, так сказать, с больной головной здоровой. Это обратилась общественная палата. Ну, инициатором были вы, и подписали вы это. Нет, инициатором был Андрей Дементьев, член общественной палаты. Вы подписали. А я был одним из тех, кто подписал, да? Потому что я согласен с этим письмом. Если бы вы сделали один звонок, то вы бы убедились, что здесь есть и Куприн, и Лесков, о которых вы говорили, что мы заменили именно их на Улицкую и Пелевина. Они здесь. Я специально взял для вас и готов вам это показать. Я считаю, что то, что говорит Юрий Михайлович, это, конечно, боль. Он человек незаинтересованный, он человек искренне за это переживающий. И я сочувствую ему в этом, я разделяю его боль. Это и моя работа, и я, и учитель, и родитель. И я помню, как его произведения и работа над ошибками, и сто дней после детства они входили в обязательные внеклассные чтения. Сто дней до приказа, да. Да, извините, пожалуйста. Это мы уже в кино так расскажем. Это меня спутил, Кирилл Юрьевич. Они входили во внеклассное чтение обязательно. И по ним проходили очень интересные разговоры и споры. Я хочу вам сказать, что мы не можем определять за детей, к чему они готовы, а к чему они нет в большинстве случаев. В тех случаях, о которых вы сказали, что, конечно, Москва петушки, скорее всего, учитель не будет готов обсуждать. Когда мы говорим, что дети не готовы к каким-то текстам, мы забываем одну вещь. Разница между школьной программой и вот этим рекомендованным текстом в том, что в этом случае ребенок остается один на один с книжкой. Это самостоятельное, даже не внеклассное чтение. В этом случае между ними учитель. Они это будут изучать на уроках. Они будут об этом говорить. В тех случаях, когда времени не будет, учитель им скажет, ребята, у нас нет времени никогда. А вот это большая проблема. И мы ждали от литературных газет, что вы вступите за это. Отменили обязательный экзамен по литературе. И тем самым главная для школьника мотивация читать. Но об этом мы пишем уже давным-давно. Это первое. Второе – это то, что ЕГЭ – это гораздо более жесткий список литературы. ЕГЭ строится на очень коротком списке литературы, который в два с половиной раза короче, чем тот список, который в нашей программе. И, наконец, самое главное, что в нашем случае всегда появится учитель, который будет это обсуждать. И всегда учитель сможет вступиться либо за ребенка, либо за текст. Вот это огромная разница между текстами. Огромная разница. И тем не менее, мы сохранили вот этот люфт в 10 лет. Мы не берем сверхновые произведения. Всегда у учителя есть время отдышаться, отдуматься. И еще одно. Никогда в школе не изучали только классику. Понимаете? Никогда только классику не изучали. Сам факт, что текст оказался в школьной программе, не делает его классикой. Мы просто предлагаем для обсуждения. Ну, обязательно изучается, например, такой текст в пятом классе. «Королевство кривых зеркал». Разве это классика? Зато дети любят поговорить. Это классика детской литературы. Окей, это классика детской литературы. Это повод для детей поговорить, обсудить, сопоставить текст и фильм. У каждого текста свои задачи. Они прежде всего образовательные. Ну, хорошо. А какие задачи, скажем, у текста Фасара Эпеля, которые вы включили? Вы читали реплику в российской газете? Конечно. Я читал все реплики. Я читал все реплики. Там есть очень много, кроме того абзаца, который оказался в той реплике. Вы понимаете? И учитель найдет возможность это обсудить. У нас сначала появилась программа по современному курсу в 2002 году. Потом появилось учебное пособие. Потом это пособие было переиздано. С тех пор прошло 8 лет. И только несколько произведений из этого пособия, в котором 12 глав, мы включили в эту программу. До внедрения еще 7 лет. Это не значит, что мы включили и будет. Это не так. Мы включили в примерную программу. Мы были открыты для обсуждения. Что делаете вы? Вы начинаете клявничать. Разве это джентльмены? Не понял, что значит клявничать. А вы написали письма, что мы заменили. Вы не проверили факты. И вы стали жаловаться. Что ж так делали? Было специальное в общественной палате слушание, на которое меня пригласили. Я не член общественной палаты. Там вашу позицию не защищал никто. Потому что меня даже не пригласили. Я даже и не знал, что это есть. Но надо сотрудничать с общей палатой. Что стоило открыть, прежде чем вы поставили подписку. Вы тоже не ответили. Хотя мы дали несколько публикаций. Вы нам не прислали никакого, так сказать, комментария и так далее. А извините, мы тогда всю демократию сведем к клявничству. Что мы не имеем права высказать. Это не стандартная ситуация для программы «Наблюдатель». У меня есть текст этого письма. Там есть одна очень важная оговорка. Действительно очень важная. На мой взгляд. Потому что когда писатель, обращаясь к чиновникам по поводу других писателей, мы знаем, что это не совсем камильфон. Но здесь есть важный момент. Не касаясь вопроса оценки их творчества. Белевина, в данном случае и Улицкая. Но вот есть у людей свое мнение. Вот они считают, что... Но однако у людей есть мнение оценить мою работу. И там написано, что это профессиональная ошибка. Значит, писателей вы не обсуждаете, а педагогов и профессоров обсуждаете. Почему мы писателей обсуждаем? Кстати, в литературной газете мы достаточно критически пишем, допустим, об удачных работах Улицком. Мы пишем, так сказать, положительные. Когда мы считаем, что это неудачные вещи, мы пишем так, то же самое и с Пелевиным. Вот. Это, кстати говоря, писатели, так сказать, очень серьезные. Но у вас, так сказать, как это вообще сейчас в системе образует такой немножко левый перекос. А почему вы рекомендовали Пелевина, кстати говоря? И, Леонид, сразу же вам вопрос. Преподавитель, вы Пелевина. Говорите с учениками о Пелевине. Мне представляется, что... Пожалуйста, Пелевин, пожалуйста. Да, потому что они его читают, они его обсуждают между собой. И очень важно, чтобы эти обсуждения приобрели какую-то организованную форму, чтобы в этом участвовали учителя тоже. Пелевин печатается уже более 20 лет. Он всегда на слуху. Дети знают его творчество. Мы не говорим о детях в 12 лет. Это программа для 10-11 класса. Это взрослые ребята. Они через две недели... И то. Это два последних модуля. Они через две недели уйдут из школы. Они будут самостоятельными взрослыми людьми. Почему бы им напоследок не обсудить это со своим учителем? Ну, с обсценной лексикой не надо включать вещи. Ну, не надо. С той же обсценной лексикой. Ну, ну, так сказать. Алекс, я хочу сказать, что я, как ни странно, вот, что называется, ты прав, и ты прав. Я согласен, на самом деле, с обоими, значит, нашими... Оппонентами. Оппонентами, да. Потому что, с одной стороны, я за, чтобы... Вот тут и ушло двоемыслие. Вот у меня, когда начинается 1 сентября, или вот там студенты приходят, они вчерашние школьники, я говорю, ну, что вы читали? Первый вопрос, который все задают всегда. По школьной программе или вообще? То есть вот школьная программа, это такое вот лекарство по воспитанию отвращения к литературе. Или вообще? А вообще, естественно, Пелевин считается, Пелевин давно уже считается классикой, и этим поколением обязательно считается. В этом смысле, лучше, чтобы он был обсужден, это с одной стороны. С другой стороны, я абсолютно с вами согласен, не надо включать с абсцентной лексикой, это очевидные совершенно вещи. И главное, что я, как ни странно, я согласен, что литературу должна воспитывать. Это вот, там может быть банально, это не модно, но это так. Другое дело, другое дело, что если... Леня, там в школе будет на Пелевина 20 минут урока. Неужели какой-то сумасшедший учитель остановится, только на мате не пойдет дальше? Да нет, я согласен совершенно, я согласен совершенно. Другое дело, что мне кажется, что здесь еще один важный момент, что вот мы считаем, что у нас как вот средняя температура поболит, что у нас есть некоторая средняя школа. А у нас даже в одном прекрасном городе-герое Москве огромное разнообразие. Понимаете, здесь какая-нибудь 57-я школа, там вот они, может быть, вообще кроме Пелевина ничего могут не считать, но это какие-то такие уже вундеркинды. Вот. А есть какие-то массовые школы, и, конечно, я думаю, что если мы делаем список для вот что называется общенациональный список литературы, такой русский стандарт культурный, то, конечно, без Пелевина можно обойтись. Я правда это считаю, хотя я и учитель хороший потом может это обсудить. Но тут есть другая... Это уже поздно говорить, уже вряд ли без него обойдется. Ну, может быть. Это что называется дискуссионально. Но я просто хочу сказать такую вещь, что когда мы вспоминаем воспитательную роль литературы, я как вот начинаю, как я открываю школьную классику русскую, я думаю, а чему это все учат. Вот как в том рассказе замечательному Шукшина забуксовал, когда он приходит к директору школы и говорит, а кто, кто, а кто, тройка-то правит, тройка правит, его выгоняют. Один пас. В одной классической повести, на которой, ну, все согласны, что она должна остаться в школьной программе. Главный герой сжет девушек на алтарях. В другой классической повести того же писателя, главный герой идет к персу, покупает опиум, это обязательное чтение в школьной программе, покупает опиум, это все подробно описывается, приходит домой, разводит опиумный напиток, принимает его и подробно описывается то, что он видит. В следующем великом романе один из главных героев проигрывает в карты 43 тысячи рублей в начале 19 века и разоряет свой славный рот. В великом русском романе 20 века довольно развернуто показана сцена группового изнасилования. Что же нам теперь? Не читать это. Одна героиня употребляет морфин и бросается под поезд. Да, да. Речь идет о Тарасе Бульбе, о Гоголевском портрете, о войне и мире, о Тихом Доне. Что же нам теперь из-за этого не читать? Ну каким больным, извращенным человеком нужно быть, чтобы на этом остановиться и сконцентрироваться, да еще и детей этому учить? Сейчас Сережа Соловьев снял «Анна Каренина», которая очень сильно концентрируется на наркотиках значительно в большей степени, но еще более сильная часть этой картины, которая, к сожалению, не показывалась у нас в кинотеатрах, потому что директора сказали, что ни один подросток, который ходит в кинотеатры, не знает, что такое Анна Каренина и в жизни не пойдет на это кино. Сейчас купили Голливуд с Кареном и выяснилось, что идут. И еще как? Вот. А то, что Соловьев сделал, он повернул всю повесть в сторону самого Каренина и сделал, благодаря последней роли Олега Янковского, именно вот такую концепцию, которая чрезвычайно интересна и тоже подлежит обсуждению. Но я хотел сказать одну штуку, как культуролог уже. Вот здесь же вопрос, что делать с живой культурой? Что делать с тем, что люди реально смотрят, реально читают? Что не обязательно должно быть в школьной программе, но что должно каким-то образом входить в процесс общения. Педагога... Ну, я не школьный учитель, я как бы профессор в ВУЗе, но все равно они же смотрят и обсуждают какие-то вещи, которые мне могут быть чудными, непонятными, не нравятся и так далее. Вот. Видимо, в живой культуре надо вести несколько иной разговор, чем той частью, которая в процессе образования, которую ты им как бы предлагаешь и продвигаешь. Здесь идет обратный процесс. Ты у них больше учишься тому, как вот эта живая культура воспринимается, где она, какие есть приоритеты и так далее. И это касается и сюжетных, каких-то вещей содержательных, это касается и технологий. Я в один прекрасный момент понял, что у меня 90% студентов вообще в кинотеатры не ходят, скачивают фильмы с интернета. Чего как бы в моей практике, собственно говоря, почти и не было. Я по-разному воспринимал фильмы, но вот этого, и когда я понял, что они это смотрят, я понял, что они воспринимают это совершенно по-другому. А вот любопытно, какие книги и фильмы порекомендовали бы к изучению не специалисты, а обычные пользователи интернета. Наши интернет-обозреватели Алексей Черепанов исследовал мнение в глобальной сети о списках ста книг и ста фильмов. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Что же пишут пользователи? Алекс, пользователи сети предлагают добавить в перечень ста книг самые разные произведения. Это и «Бесы» Достоевского, и «Неугасимая» «Лампада» Ширяева «Стихи», «Гумилева», «Театральный роман», «Булгакова», «Две зимы и три», «Лето» Федора Абрамова и даже «Затворник» и «Шестипал» и Виктора Пелевина и еще многие-многие произведения русской и советской литературы. И может быть такое обилие комментариев и предложений связано с тем, что конечный вариант ста книг не очень понравился пользователям сети. Главные претензии заключаются в том, что список не структурирован ни по темам, ни по возрастам. Если эти книги рассчитаны на 15-летних, то почему в этом списке есть «Крокодил Гена», «Старик Хатабыч» или «Три толстяка». И вот учитель литературы Московской школы интеллектуал Ирина Лукьянова называет этот перечень книг, сваленные в кучу. Зачем столько национального эпоса? Все равно мало кто его осилит в полном объеме. Зачем «Крокодил Гена», если чтение это для дошкольников? Почему именно обручев с землей Санникова и Пикуль? Впрочем, это совершенно бессмысленное занятие, держа перед собой список из ста позиций вопрошать, почему то-то и то-то в нем есть, а того-то и того-то нет. Эти сто названий интеллектуальная загадка, полагает Ирина Лукьянова. Вот учитель литературы Елена Вигдарова эту загадку разгадала. Хоть эти сто книг и производят впечатление о некоторой свалке, все же в списке есть высокая, скажем так, идеологическая направленность. Из него всякому становится ясно, что у нас была Великая Эпоха, Великая Страна и в ней было много республик. Западная литература нам, конечно, не нужна, никаких там Шекспиров не надо, а вот бывшие Советские Республики это, конечно, обязательно. Пользователь живого журнала Комти Монти полагает, что самое сложное это представить литературу и чтение живыми, актуальными, бьющими в нерв важными для жизни. Увы, часто с книг из списков хочется сдувать пыль. А пользователь Фата Моргана 1 напоминает, что культура чтения не прививается списками, а идет из семьи и социальных институтов, садик, школа, библиотека, мир, медиа и друзей и так далее. Писать такой список это дело конечно увлекательное, но для реального образовательного процесса в лучшем случае второстепенное, выражает общий скепсис Котовский. Зато к списку ста фильмов пользователи интернета отнеслись гораздо более благожелательно. В целом список вызывает только положительные эмоции. Пожалуй, нелепо выглядит только маленькая Вера. Могли бы для проформы включить Брестскую крепость например или Александра Котта подходит для списка «Мы из будущего». Но вот почему-то нет еще и киндзадзы нетленной классики, которая так актуальна сейчас, учитывая нашу жизнь на плюке, пишет автор блога яакино.ру. Кстати, российская газета провела онлайн-опрос «Нужен ли в школе новый предмет 100 лучших фильмов?» И вот мнения поделились примерно поровну. 49% пользователей интернета против А51 за преподавание кинематографии в школе в качестве факультатива. А где же взять преподавателей для этой дисциплины? Кто-нибудь подумал? Извительно вопрошает пользователь Кирилл на сайте труд.ру. Алекс? Вот этот вопрос, последний ваш вопрос, я переадресую как раз, наверное, Кириллу. Ну, во-первых, это факультатив. Во-вторых, каждый человек, который как бы особенно преподает что-то такое связанное с гуманитарными дисциплинами, которое становится в школе все меньше и меньше, так или иначе ходил в кино, так или иначе знаком с этим. Вот. И как бы на этом основании получаются авторские курсы в очень широком диапазоне. Кто-то будет просто перечислять названия и говорить как бы общие вещи, кто-то будет на основе этого списка и других списков, потому что на самом деле может составить список в тысячу отечественных фильмов, каждый из которых имеет культурное значение и культурную ценность. Вот. Кто-то будет как бы свой авторский курс готовить, кто-то будет строить его наоборот на абсолютной классике, на абсолютно бесспорных каких-то вещах. Хотя абсолютно бесспорных вещей сейчас все меньше и меньше. Как сегодня трактовать броненосец Потемкина, это тоже проблематично. Каким образом трактовать уже маленькую веру, не все согласны, что эту картину следует включать в список для подростков. Но один мой приятель очень смешно пошутил по этому поводу, что главное, что надо будет объяснять старшеклассникам, почему в момент полового акта героиня одета. Вот. В то время, как они привыкли смотреть в голливудских корсетах, что в этот побед люди раздеваются. Вот. Поэтому надо как бы говорить, с чем это связано, как и почему. А наших соотечественников шокировало, как это она во время этого ведет разговор, как бы не имеющий отношения к делу ни о любви, а просто каких-то бытовых проблемах. И это вот движение в культуре на материале кино очень... Я только вспомню, как это в армии показывалось, в гарнизоне. Показывали в армии? Конечно, да. Вот. Поэтому здесь на материале кино можно очень многое для себя открыть и рассказать школьникам, не забывая о том, что, конечно, в каких-то вещах они значительно более продвинуты, чем их преподаватели, а в каких-то вещах наоборот значительно менее продвинуты, чем их преподаватели в этом возрасте. Но это связано просто с развитием информационных технологий, среды, в которой они живут и так далее. И в разных частях города, и в разных частях страны они, конечно, продвинуты по-разному. Интересно, маленькая Вера есть в гарнизонной библиотеке? Я вот чем с фильмом кончить знаю. И вот знаете, я еще хотел сказать, снова вернуться к списку книг, мне кажется, что вот там недостаточно использован антологический принцип, принцип антологии. Ну, например, зачем было выделять в отдельном пункте эти, значит, эпосы? Надо взять и собрать в изложении для детей, как это раньше делалось, так сказать. Типа куна. Да, 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 абсолютно. Вот. Или, например, ну вот фронтовая поэзия. Вот есть, скажем, Симонов и Давид Самойлов. А где, так сказать, Кмежеров, мой любимый фронтовой поэт? А где, скажем, там Нарабчатов, где, так сказать, Гудзенко, где Друнина? Для этого существует, так сказать, антология фронтовой поэзии. Деревенская проза. Там кто-то есть, кого-то нет. Я уже просто не помню. Нет, это очень важно. И, скажем, та же проза 90-х годов. Я не против Пелевина. Я отлично понимаю, что действительно, так сказать, классик нового времени. Но можно же взять антологию, включить туда, взять, так сказать, подходящий по возрасту школьникам, скажем, из «Желтой стрелы», так сказать, несколько новелл. Опять, как бы, я опять вспоминаю там какой-то реальный урок. Вот. При всей важности списка, при всей важности списка проблемы все-таки заключаются в другом. Я помню, как, вот сейчас был задан вопрос, да, Кирилл, по поводу того, кто будет преподавать. Значит, я когда работал в школе, это было так. Я вызываю директора, и говорит, Леонид Джорджевич, а наши дети смотрели чучело? Это обычно бывало, когда что-нибудь произошло в школе какой-нибудь, там, ЧП. Я говорю, нет. Так, значит, у вас когда урок? Так, вот этот мы урок снимаем, вот посмотрите с ними и обсудите. Хороший учитель всегда показывал экранизации, всегда там смотрел, условно говоря, чучело и какие-то хорошие фильмы. То есть, это тоже было. Мне вообще кажется, что не так много надо менять. Мне кажется, что есть универсальный ответ на вопрос, кто это будет вести. В каждой школе найдется один учитель, который сумеет сделать это интересно и полезно для детей. Мне вот вдруг, хотя это тема отдельного часа... Не обязательно, это должен быть учитель литературы и рисования. Вопрос героев взволновал. Вот вы перечисляли, Борис, есть же еще убийца старушек, есть проигравшийся... Об этом даже и говорить уже стыдно. А действительно, на ком рассказывать? А кого привозить в пример? Это из классической литературы, из современной литературы? А литература не для примера. Литература для переживания, для сочувствия, для обсуждения и для взросления. И для примера. Она для того, чтобы выразить к этому отношение. А мальчик, у него же должен быть ролевой образ, модель, я не знаю... Это у каждого... Это очень индивидуально. Институция не воспитывает ролевой образ. Это у каждого индивидуальная вещь. Ему институция предлагает серию вот этих образов. И мальчик, в зависимости от своей семьи, она играет огромную роль, большую, на мой взгляд, чем школа, от наследственности. В зависимости от этого ребенок сделает свой выбор. И он решит, кем он хочет стать, и выберет для себя жизненную роль и позицию. Поймите правильно, я сейчас не в контексте списка 100. Я вообще говорю, так работает образование. Вот растет безотцовщина, ему папу заменят героя Ремарка, Джека Лондона и Фенни Мор Купера. Я как раз о наших писателях, о русских писателях, о современных российских писателях. Вот там есть такие? Я вот почему-то вдруг... Вы начали перечислять, у меня вот мысль возникла, есть у нас вот там такие? Да для кого-то отец обломов, потому что он добрый, он чувствует к людям любовь, он им сочувствует, он о них думает, а работать ему неохота. Ну и что? Ну и такие люди, что же они не имеют права на жизнь? Они заставляют подавляющее большинство российской культурной традиции. А для кого-то отец будет Штольц. Да. У каждого свой будет образ, вот в чем дело. Тоже так думаете, Леонид? Ну вот я на самом деле считаю, что в этом есть некоторая проблема и я согласен, что у нас конечно плохие дела с примерами. Литература плохие дела с примерами. Да, да, да. Вот я понимаю, что это звучит абсурдно и тем не менее, потому что все равно есть проблема делать жизнь с кого. И в русской литературе я вообще не могу вспомнить, я имею в виду вот в том классическом национальном коде, который уж не мне менять, я-то сам на нем воспитан, но тем не менее я не очень понимаю, кто там кроме Петра Гринева из Капитанской дочки является собственно положительным героем. Не тем, кто рефлектирует, не тем, кто кается, не тем, кто всех совершает преступления, а тех, кто совершает реальные, реально правильно живет. Или там, например, Кладовое солнце прекрасная вещь у Пришвина, метража. Вот это правильный мальчик. У нас таких правильных мальчиков мало. Их мало. В этом смысле у меня претензии к этому списку или к любому списку вообще другого характера. Здесь Робинзон Круза должен быть. Вот что такое Робинзон Круза? Робинзон Круза в программе. я понимаю. Вы что, это обязательная вещь для обсуждения в школе. На него обсуждение один час. Вот они обсудят это, им скажут, читайте, дети, дома. Потому что у нас как никогда мало часов на это. Юрий Михайлович, по поводу героев, положительных героев, примеров для подражания. Вы знаете, дело в том, что вообще, я как писатель с таким сатирическим достаточно развитым началом, у меня снова проблема с положительными героями. Я хотел, кстати, у вас узнать. Вы хотя бы работали раз, чтобы сделать этого положительного героя. это проблема особенно для нашей литературы. Скажем, допустим, у американцев, у французов, у них попроще с этим. Но вот вы заметили, что взрослые книжки, в которых все-таки есть такой романтический позитивный герой, они спустя некоторое время становятся книжками подростковыми. Там, Тримушки Теора, там, например, там, Вальтер Скотт и так далее. И у нас тоже можно было бы приводить эти примеры. И у нас, в общем-то, вот эту ситуацию такого положительного примера, у нас в советский период ее воссоздавала детская и юношеская литература, в которой закачивали довольно много денег, которая всячески поощрялась, и которая совершенно провалилась вот в этих кризисной мифологии, про которую я говорил в начале конца 80-х, начало 90-х годов. Понимаете, сейчас этим надо заниматься, потому что позитивную мифологию ее надо формировать в том числе и с помощью вот такого сориентированного кинематографа, как голливудский, так сказать, кинематограф, сориентированной литературы. Не будем говорить о большой литературе. Из большой литературы и в ней бывают, так сказать, но в советской, к сожалению, к сожалению, советские позитивы, такие, как, скажем, значит, как закалялась сталь, такие, как, скажем, молодая гвардия, они были, так сказать, очень замкнуты на коммунистическую идею, на классовую борьбу и они заклемлены, так сказать, вот этим вот печатью. Хотя, например, как закалялась сталь, это практически житийная, современная житийная, по тем временам, житийная литература и она вполне может, так сказать, существовать. Все так и есть, но проблема, как заставить теперь их читать. Надо, чтобы время прошло немножко. Ну, знаете, мне кажется, все-таки у нормальных здоровых молодых людей все-таки тяга к позитиву, она есть и не нужно ее перекрывать вот этим обязательным негативом, потому что то, что включено во многом из этой вот иммигрантской или полуиммигрантской литературы, это хорошая литература за редким исключением, но это построенное на, так сказать, анти, анти, так сказать, на отрицании. Друзья, спасибо. Спасибо. Кое, что стало более-менее ясно. Спасибо за новую тему. Я думаю, что мы еще поговорим о героях нашего времени. Спасибо. Я благодарю гостей программы «Наблюдатель», литература «Веда», критика и журналиста Бориса Ланина. Спасибо. Борис Александрович, кинокритика, культуролога Кирилла Разлогова, Кирилл Умилевич, спасибо вам. Отлично. Писателю и главного редактора литературной газеты Юрия Полякова, Юрий Михайлович, а также журналист и филолога Леонида Клеина. Спасибо. Меня зовут Алекс Дубас. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова